Осмыслить и составить единую какую-то структуру. Ну, если ты, например, еще сказал, что вообще есть борта на технологии Берсерков и так далее. У него куча всего есть. Но снова, технологии Берсерков, технологии, когда он в некоторые свои колюще-режущие предметы садит кучу разных тонкоматериальных существ, я очень не считаю, что это нужно тиражировать. Нет, ну то это он делает, а другие? Ааааа... Это же не значит, что в него их нет. Вот поэтому я и говорю, что нужно, если будет, к примеру, рабочая группа, которая будет этим вопросом заниматься, то это можно все так составить, чтобы какие-то его уж слишком тантрические аспекты убирать и оставлять те аспекты, которые полезны. И он не единственный далеко, кого я могу вспомнить в ключе этого вопроса. Вопрос в другом, а в том, что сейчас этот вопрос не к чему прикрутить. И сейчас я считаю, вообще главный вопрос — это вопрос изучения языка. Потому что если не знать письменность, не знать язык, тогда вообще теряется возможность изучения и понимания всех ведических текстов. Что по целительству, что по единоборствам, что по мантрам, по всем. Я считаю, что в первую очередь надо как можно больше, чтобы люди узнали о письменности, начали ее осмыслять, начали осмыслять древний язык, доработать, вернее, да набирать остальные главы начала заката, например, и сдать это все. Ну, я как планировал? Я планировал, что московский издатель все-таки издаст буквицу, а он этот вопрос тянет и тянет. И я пока с него вытянуть не могу, чтобы он это издал. Поэтому этот вопрос застопорился. В Киеве никуда, думаю. Ну, тогда зачем Киев, тогда можно и Одессу, если уж вот так искать. Соответственно, да, я всем своим знакомым дал задание искать того, кто сможет это сделать. И идея такая, чтобы, допустим, издать буквицу, чтобы, во-первых, люди ознакомились с тем, что такая письменность есть, чтобы пошел некоторый финансовый возврат за эти труды. Дальше, соответственно, перевести и издать. Или даже не переводить, а издать просто непереведенными. Вообще было бы хорошо все эти тексты, которые у меня переписаны и пофотканы, и еще те, которые есть у других потенциально разумных и понимающих нужность этого дела людей. И издать это все пусть будет. Но вот если буквица, она еще может как-то окупиться, ее издание, то издание непереведенных текстов, и вот ты понимаешь, что в лотосе мира никто не будет покупать эти тексты. Буквицу ее будут покупать, потому что даже Инглятину покупают. Правда, да, возможно, будут ее хуже покупать, чем Инглятину, потому что Инглятина там малюсенькая брошюрка, а здесь все-таки объемный текст. А вот тексты, которые не изданы, нужно найти какого-то спонсора, который будет готов выделить ту или иную сумму с пониманием того, что это нужно для его же потомков. Так как, к примеру, враги могут прикончить меня, могут прикончить Митроврата Трислава, могут прикончить того же Ордана, могут... да что угодно может случиться. А так, если хотя бы тысяча экземпляров той или иной летописи будет издана, то там уже отследить, кто в каком магазине сколько купил, и в какую библиотеку кто что подарил, будет намного сложнее. Это уже будет невозможно практически. И таким путем эти тексты уже сохранятся в истории. Это те направления, которые я для себя вижу первостепенны. Больше того, пока у меня, к примеру, не появился издатель разумный, я экспериментирую с тем, допустим, как с помощью обзоров разной бредятины попытаться перенаправить все-таки интересы людей к ведам и с интернет-проповедью, так сказать, экспериментирую. Ну, пока непонятно. К примеру, один обзор на двадцатую серию «Флэша» там за неделю набрал тысячу просмотров, а точно такой же обзор на другие два сериала из той же оперы, так сказать, не набрали и сотни просмотров. Пока я еще не понимаю, как это работает. Оптимизацию и название я все делал одинаково. Пока, так сказать, пока нет издателя с этим экспериментиром. Естественно, если будет какая-то потребность проэкспериментировать с текстами по единоборствам, или по славянским вышивкам, или по славянским разным питательным изделиям. К примеру, ты оприсный помнишь? Сотворог помнишь? Вот как ты считаешь, это полезные штуки? Ну, конечно. И причем, что оприсные, кроме того, что они бездрожжевые, они еще и многофункциональные, и они не плесневеют. То есть, это такой хлеб, который вообще можно и в поход брать куда угодно. И осотворог, он намного полезнее, чем, так сказать, творог современный, или чем так называемый голландский сыр. В голландский сыр какой заразы только не бросают. Там, понимаешь, это чаны огромные, и туда там поплевать могут, там шнурок может упасть, что угодно. Да, сейчас уже чуть лучше это контролируют. Ну, одна моя знакомая, после того, что принимала участие в работе цеха по производству сыра, она перестала вообще покупать и есть голландский сыр. Так вдохновилась тем, что увидела. Поэтому это тоже, как бы, одно из направлений, которые тоже нужно развивать. Но нужны люди, которые возьмутся это развивать. Понимаешь? Ну, так, так что, ну, что мне в чате пописать нас? По письменности. А у Мараси и так, а там больше истории и тому подобное. Так правильно. История, но эта история важна. История важна в контексте языкознания. Снова возвращаемся к тому же царю Митридату, которого на самом деле звали Митрада. Возвращаемся к многим другим скифским именам, которые, если их почитать, как они пишутся, они чуть-чуть не такие, как их нам предоставляли. Данные, предоставленные там, они показывают некоторые лингвистические закономерности и некоторые примеры переводов. А при разборе таких текстов, как руническая вязь Рунакорна или даже Велесова книга, хоть она кажется простой, но даже в Велесовой книге там Харуген назакладывал тоже много чего интересного. Больше того, понимание языковых особенностей. Вот, к примеру, у тебя вызвало некую несостыковку, что, с одной стороны, название кельтов полностью раскладывается по ведическим корням, а, с другой стороны, я тебя тогда критиковал, что ты Ихдрасель пытаешься Ра там выделять, и критиковал, что ты Юрсавалант, пытаешься к корню ар возводить. И так оно кажется в действительности необоснованно. Кажется, что в одном случае я беру и разбираю слово, как хочу, а в другом случае не даю тебе сделать то же самое. Нет, ты же аргументуешь, что ли? Ну, оно только кажется, и нужно не чтобы я тебе каждый этот случай в отдельности аргументировал, а чтобы ты сам понимал, где слово древнее, и как его определить. Вот, к примеру, мне вчера ночью написал человек, как я отношусь к инглингам, славяно-арийским ведам и так далее. Но, понимаешь, если бы этот человек был разумным, если бы он знал такую штуку, как лингвистика, он бы не задал этот вопрос, потому что так называемые славяно-арийские веды, они шиты просто белыми нитками и канцелярскими скобами, и чем хочешь. Это чисто Франкенштейн такой, где с одного конца вытащили какие-то санции, с другой стороны тамплиерские рукописи тоже подшиманили под славянство, и харатьи там, и это, и сагу о бенглингах туда присобачили, и просто Хиневич от себя пишет текст о знаках, и просто заповеди, то есть там столько всего смешано, и вот это веды. И придумано. Вопрос даже не придуманного, хотя бы даже если он ничего не придумал, даже если он это все добросовестно с разных источников взял. Но это Франкенштейн, понимаешь? Вот как там рисуют Франкенштейна, что его тело с разных тел склеено. Вот такие это, это чистый Франкенштейн. Только если чудовище Франкенштейна изображают, по крайней мере, слепленным из кусков тел людей, то это чудовище Франкенштейна, слепленное вообще из гуманоидов, из рептилоидов, из крыс, мышей, крокодилов и кого хочешь. И оно видно, явно видно. Понимаешь, вот сага о бенглингах, здесь не надо что-то искать инопланетное. Это не славянская сага, это скандинавская. У славян не было такого литературного жанра, как саги вообще. Саги — это скандинавская особенность. Дальше. Они используют термин «асгард» и «мидгард». Это тоже слова, которые не могли, не могут и невозможны в контексте славянского языка. Понимаешь, почему? Потому что «гард» уже корень изменённый. От «корад», «го-рад». Именно так. Кроме того, «ас», оно как бы в плане обозначения чего-то духовного, оно сохранялось долгое время. И в буквице оно сохранялось. Редактор anод Storm! Редактор субтитров 알д 호lem на баскетре. Корректор субтитров А.